Наконец-то появилась возможность дозвониться и состыковаться с расой, то есть Витя и Даша у нас тут пополнились, у них появился ребенок. Расскажите нам что-нибудь об этом, если можно, конечно. Да, конечно. У нас все нормально, мы дома, пока что... Мы ждем с материнством, отцовством, с любими запьянивыми какими-то классными эмоциями ребенка, то есть очень здорово пока ждем. Вопрос решен А сколько лет вы уже вместе? Вот у вас дуэт получился как бы сначала дуэт, а потом пара или наоборот? Нет, наоборот. Наоборот, мы уже... Три года официально скоро будет. Ну четыре получается, наверное, вместе будем. Да. Это уже срок. Не в этом смысле. Вопрос решен Вот ее где-то включают в клубе, они сразу несутся. На все готовы, ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет, ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Хотя они даже не понимают вообще о чем, как такая идея возникла вообще создать такую песню? Эта песня про вас? Да, непонятно, как она возникла эта идея, если честно. Эта песня лежала. Что ты делаешь в случае? Да я просто пытаюсь вспомнить. Просто он плохо спал, потому что мы же ночью ребенком занимаемся, поэтому видите, вот так вот она знает. Да, я в принципе могу понять, потому что есть у меня такой опыт тоже, поэтому «Маленькие дети ночью» это не весело. Да, в целом песня появилась очень внезапно, и у нас она лежала как демка, наверное, месяца 3-4, мы ее там не рассматривали особо, а в какой-то момент взяли за нее и получилось. Какой-то особой истории у этой песни нет, это просто одна из демок, которая, ну, вышла в свет, удалась, получилось полностью ее переделать. Так, это получилось, эта песня, вот, мой личный вопрос, как бы, это песня именно про вас? Нет. Это просто просто идея, которая пришла людям, и все. Ну, она, в принципе, зашла, да? А какие-то вот планы на будущее, может быть, вы, может, у вас есть какие-то новые наметки, новые песни, как бы, которые будут вот... Нет, у нас очень много песен, но мы готовимся в феврале, как раз таки даже, наверное, вот перед вступлением у вас у нас планит релиз песни с ребятами. Ну да, у нас будет интересный фильм, пока не рассказывал. Да, пока не рассказывал, но будет новая песня, классно. Интрижка, интрижка. А? Интрижка. Да. И следом у нас еще очень много релизов, мы за время карантина написали еще новые песни, классно. И все это планируем выпускать в 2021 году и разрывать. Вопрос решен. А скажите, у вас какой-нибудь мерч есть? Мерч? Ну, в целом, у нас, может, какие-то капсульные, такие, ну, элементированные моменты есть, а вот прям, чтобы... Это производство, но мы еще... Да. Мы просто хотим делать качественный мяч, если его... Это да. Больше не просто там футбол, футбол с надписью, а все-таки классный дизайн, если что-то. Поэтому мы пока этот момент еще обхватываем, и карантин, кстати, повлиял. Хотели... У нас есть уже серийцы, дизайнеры, которые... У нас тоже еще. Мы хотели все это впустить в рейдос с карантином. А вот альбом на дисках вы выпускаете? Нет. Да, мне кажется, их уже нет. Ну, так чисто, как... Подарить кому-то... Ну, это, мне кажется, лучше подарить в мейплеер. Ну, да. Ну, это да. То есть, в принципе, можно любой, бы он открыл в телефоне YouTube и послушал... Реально, на диске, а подарить вставлять-то уже некуда. Вопрос решен. Так, хотел спросить, как у вас вот коронавирус повлиял на выступление? Вот у нас, конечно, в Эстонии... Ну, как сказать, это без мата... Ну, грустно. Ну, хотя вот... Мне удалось, в принципе, практически единственному организатору в Эстонии привести в пандемию Нилетто. Единственного российского артиста, которого вот побыла. Следующий – это вы. Угу. А он же приезжал, да, Данил? Уже был. Да, Данил... Он уже был, как бы, вот в сентябре как раз. Никто не приезжал за 2020 год. А мне удалось его как раз... Они пешком проходили границу, так что вам это предстоит. Конечно. Не, ну, в принципе, там близко. Там меньше 100 метров. Мы хотели там возле замка проходить. Да-да-да, как раз около замка. И поехали, как бы, люди, конечно, такие все сейчас скептичные. Никто ничего не верит. Вопрос решен. Ну, чё, мы в любом случае приедем. Мы-то готовы, если у вас не отменится. Сколько мы так соскучились. Мы уже давно не выступали, ну как, мы выступали, вот, сказать, на каких-то таких небольших мероприятиях. Здесь у вас нет. Ну, у вас сложность была с выступлением? Как? Ну, у вас же только недавно ребенок. Да и плюс еще и рождение. Ну, ребёнок не особо покинял. Карантин больше поднял. Карантин больше поднял. Потому что сейчас уже штрафы организаторов заключают. Поэтому, конечно, это проблема. У нас с доченькой уже есть схемы всякие отработанные. Как мы можем кормить. Ну, то есть, как мы можем уезжать. Мы сейчас занимаемся делами постоянно. Какими-то своим мамам помогают днём. Мы уже с вечера сидим с ней. Ну, то есть, как бы, в целом, нам это прям не то, что вот, сильно решает даже наоборот. Так, а может быть, пора уже сразу и сына, и дочку, и еще, и еще? Пожалуйста. Хватит. Ха-ха-ха-ха. Как с одним ребенком. Вопрос решен. Что бы вы сказали бы эстонской публике, вот 12 февраля состоится у вас концерт? Мы можем сказать, что мы всех ждем на нашем концерте обязательно. Мы привезем... Мы же как в Армении? Я не знаю. Мы привезем новое шоу. Мы привезем классные костюмы. Мы привезем крутое узло. И вы можете стать деятелями буквально, наверное, такие первые, кто услышит новый хит. Поэтому, я думаю, что это стоит. Возможно, мы, может, поем даже и еще какие-то новые песни, посмотрим. Пересмотрим, может, программу за время карантина. Мы написали много материала. Возможно, какую-то часть старого материала мы оставим где-нибудь в папке. А вот сейчас... А вот сейчас люди вот это где-нибудь специально для вашего слушателя. Такие вот истории про нас даже и мы рассказали. Это все? Нет, это очень хорошо. А что вы хотите? У нас все есть в интернете. Хотите что-то почитать, идите в интернете. В интернете там сплетни. У нас все правда. Мы самые правдивые, позитивные люди на плейс. Все, что вы про нас читаете. В этом я не сомневаюсь. Я слежу и за Витя, и за Дашей. И лично всегда смотрю, что вы там делаете. Вопрос решен. А вот еще хотел спросить. Хотя... Хотел спросить. Вы сами в Европе часто бываете? Мы вообще любим, на самом деле, в Европу гонять. У нас очень много по Германии концертов было. Все предыдущие времена. Мне кажется, мы не выступали, даже не знаю, нет такого города. В Германии мы вообще раза два в каждом городе. Самых уменьшающих даже выступали. У нас прям очень любят в Германии публика. В Израиле мы были тоже, очень классно нас принимали. Ну, понятно, Эстония, Латвия, там где-то мы еще не были. Я уже даже не вспомню все. У нас очень... Да, много где были. На самом деле, как-то начинаешь скучать. Ну, в Германии очень много выступали. В какой-то момент уже надоело туда ездить. Ну, как бы, слишком спокойная страна, слишком спокойные, тихие деревушки, города. Мы же еще в пятницу, в субботу ездим, да? А там вообще, ну, пусто, в принципе. Мы в городе ездим. Ну, так, в принципе, в Европе заведено, что в выходные ничего не работает. Зато там очень классно слушать. Очень классные люди. Они вообще такие добрые, такие активные всегда. Это реально... Ну, вот, я закончил мысль. Вот, да, самый кайф, когда ты выступаешь, там всегда классно. Вот. Вот. Этим нравится. Это не московская публика. Ну, да. В Москве немножко все чуть-чуть... Холодные. Такие. Вопрос решен. Ну, в Москве, вот я тоже бываю, ну, вот, допустим, даже с Талином сравнить, как бы, вот, то в Москве люди другие, да, как бы... Ну, да, ну, в принципе, оно приевшееся, все приелось людям, а они... Для них неудивительно в Эдит Киркоров, да, или какой-нибудь, ну, условно, там, ноунейм, и для них это будет одинаково, как бы... Это я уже, это я уже понял, да, как бы... А у нас это, как бы, вот, допустим, вот вы приезжаете, это сенсация. Молодежь, молодежь вся, как бы, сразу... Вот у меня там, скажем, в Фейсбуке, в Инстаграме, они все пишут и пишут и пишут, чуть не выразился нехорошим словом, как бы, мозг меня там выносит, что... А приедут ли? А приедут? А пустят? А приедут? А пустят? А приедут? Как бы, я говорю, я надеюсь, что, ну, я делаю все для того, чтобы это случилось, не летом получилось, как бы, ну, там, как бы, главное, чтобы ограничения дополнительные не ввели, ни ваши, ни наши, потому что от вас же и выехать не так легко, как к нам визу получить это одно, а от вас выехать это еще другое. Ну, это нюансы уже другие, я не буду тут рассказывать, как это... Это мы там... Не, ну, если все то, что, в плане, если ничего не поменяется, если никаких не дадут ограничений, мы, конечно, приедем, и я надеюсь, что все сложится и все будет кайфово, вот, но очень, очень ждем выступления, блин, самое лучшее, что у нас, наверное, было, вот, мы осознали современная карантина за всю работу, вот, реально принимаешь сей, да, там, просмотры есть, там, слушатели, да, и все вот это, ну, реально концепты, прикольная такая история, когда ты прям что-то другое испытываешь в этот момент, нежели просто быть артистом. Я вот хочу сказать, просто вот заметить даже, допустим, вот и вам, в принципе, напрямую, вот, сказать, возможность появилась, что сколько я работаю с артистами, это уже лет, одиннадцатый год идет, вот, вы меня удивили, своей простотой вообще, как будто вы приедете, нет таких этих, как это сказать, пантохотных. Ну, да, понятно. Да, в этом смысле, что, не лето, очень просто, а, например, не буду называть артистов, некоторые, вот, там, в принципе, сразу можно запикать все это, все, что я сказал бы, сразу, не это что, какой мост, ну, какую пешком, ну, хотя, когда была возможность, как бы, я-то хотел вас уже до этого пригласить, но просто у вас возможностей не было, как бы, у вас там живот рос, совсем уже, это была осень, то есть, как бы, это было осень. Ну, да, да, да. Там уже было бы... Ну, и то, мы выступали с животом, мы не один раз выступали... У нас было три концерта на Камчатке, на... На Камчатку летали. На этом месяце, да. Вопрос решен. Хотелось бы вот от вас еще что-то хорошего услышать, вот у вас там какой-то кабинет или что это у вас за место, студия? Это наша квартира, мы сделали у себя дома в студию, вот, и здесь мы, собственно... И пишем новую песню. Да, работаем, пишем новую песню, и кайфуем, потому что мы снимали квартиру, да, все было сделано в комнате пустой, да, из двух летала, из двух летала, все попало, а сейчас вот в алименте как-то вот... Вообще, осуществилась наша мечта, что мы хотели дома в студию, у нас есть такая студия, у нас там работают люди, это понятно, но мы хотели дома, чтобы была студия, и, может быть, захотел, может записываться, собственно, что мы иногда и делаем. Ну да, то есть у нас нет ограничений в этой политике, я уже все проверял, все везде они находятся, ну, так сказать, далеко. Можно ночью быть, что-то тут. Ну, я тоже, я тоже занимаюсь там музыкой, это, в принципе, я понимаю прекрасно, это, что когда дома, это все-таки по-другому, можно постоянно что-то делать, мысль пришла, можно записать, попробовать. Вопрос решен. У меня такой есть один вопрос, как бы, вот у вас разные инстаграмы, а у вас бывает такое, вот если, что, например, вам там кто-то пишет, пытается там, как бы, как это сказать, соблазнить, может быть. Ну, конечно, не совместно, как бы. Типа, я понял, ну, короче, пишут ли нам, сейчас не смешал, вы снимаете мнение. Что, ты пытались соблазнить, что ли? Я пытаюсь только в Витязь соблазнить, просто я. А лишь у меня. Ну, на самом деле, у меня таких вообще сообщений нет, и, видимо, у меня такая, ну, адекватная аудитория вся, и, ну, даже если какой-то там бывает, где-то пробегает хейт какой-то, ну, он либо конструктивный, либо он вообще не конструктивный максимально. То есть, у Даши не знаю, я не читаю эти сообщения. Если честно, да, мы уже очень давно, по сути, так, не очень часто читаем, именно закрытые вот эти новые, входящие сообщения. Ну, и в основном, у нас аудитория очень добрая, слушатели как-то, ну, нет такого хейта, нет каких-то прям супер негативных комментариев, поэтому... Ну, и дебильная вот эта аудитория, нет, которая всем написывает какой-то дичью. Ну, бывает, что? Ну, это очень редкий момент. Все же знают нашу личную жизнь, правильно? Ну, в принципе, да, у вас личная жизнь, в принципе, все так все знают, что вы вместе, поэтому, что там писать? Да, париков нет, писать можно. Я реагирую, наверное. А вы между собой... Да есть, я реагирую. Там, ладно, мы сами перед этим голосом. Вот, это вариант. Я понял, я пошел отсюда. Хотел спросить, а у вас, вот у вас личная жизнь, я немножко извиняюсь, что как бы так, вот интересно даже самому, дорвался до группы, можно хоть поспрашивать. Вот вы, когда, например, вот у вас последневная жизнь, как бы вы между собой, как вы отладите? Не бывают ссоры? Или у вас как обычная пара тоже? Бывают ссоры, бывает так? Да, все бывает, но мы же не какие-то... Это мы как бы выпускаем песни, кажется, что мы суперстары, мы такие же люди, как и все, и так же бывает, в какой-то бытовыхе можно закуситься, по работе и по остальному, и это, в принципе, нормально, но это... мы же люди все, вот. И... Я не знаю, у кого не бывает вообще каких-то разногласий, каких-то... ну, запусов, это же вообще нереально невозможно. Ну, мы просто очень отхочивы, у нас нет ни у Вити такой черты, ни у меня, долго обижаться. Мы можем поругаться, там, ла-ла-ла-ла, и потом через пять минут уже помылиться. Уже забыть, да. Потому что мы незлопаведные. Вопрос решен. А кто у вас в доме хозяин? Виктор? Даша, конечно. Ответили. У вас на самом деле прямо магия, магия. Вот. Я, конечно, как бы, спасибо, что выделили 20 минут времени, как бы, я со своей стороны сделаю все, как организатор, чтобы вы к нам попали. Надеюсь, что вы тоже ждете, чтобы вы попали 12 февраля в Таллинн на концерт в Кэтхаус. Пожелайте нашей публике что-нибудь и... Ребята! Таллинн! Мы всех ждем вас в Кэтхаус, поэтому все туда приходите, мы обязательно приедем, и нам ничто не помешает, да? Да. Любим вас и ждем на концерте! У-у-у! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова